Несмотря на экономическую блокаду со стороны Украины, а также военные действия на территории Донецкой Народной Республики, на шахте «Холодная балка» предприятия «Макеев уголь» проходит запуск нового очистного забоя. А это еще один шаг к развитию экономики республики. Открытие четвертой северной лавы пласта H10V позволит ежесуточно получать порядка тысячи тонн топлива. Длина очистного забоя составляет 265 метров, а вынимаемая мощность пласта – от 110 до 115 сантиметров. Запасы угля оцениваются в 650 тысяч тонн. А степень подготовки нового забоя оценивала специальная государственная комиссия. «Участок смонтирован, оборудован комплексом 1КД-80, комплекс отремонтирован своими силами на заводе на Макеевском РМЗ, директор завода Заварзин Евгений Александрович. То есть достойно подготовили выработку, я думаю, что достойно включат ее в работу». «Хотелось бы в свою очередь тоже сказать спасибо и Макеевскому РМЗ, который получил комплекс шахты Кирова, КД-80, это комплекс нового поколения, комбайн УКД-200-250, это техника нового поколения, которая на сегодня позволит довести безопасно хорошую добычу. Хотел бы поблагодарить и Осиноватский машиностроительный завод, который нас немножко так проспонсировал, так сказать, отремонтировал нам комбайн УКД-200-250. Мы за него еще полностью не рассчитались, но тем не менее наши коллеги помогли нам, отдали комбайн, который на сегодняшний день у нас уже начнет добывать уголь, который мы, я думаю, что с успехом реализуем и сможем рассчитаться с Осиноватским машиностроительным заводом». Теперь, после ввода в эксплуатацию четвертой северной лавы, шахта «Холодная Балка» будет производить угледобычу двумя очистными забоями. Среднесуточный объем повысится до 1700 тонн в сутки. Далее топливо будет идти на Старобешевскую теплоэлектростанцию. Также к концу месяца планируется запуск еще двух забоев на шахтах «Заря» и «Северная». Это обеспечит новые рабочие места и пополнит государственный бюджет, что поможет выплатить задолженность по заработной плате. «Что касается на сегодняшний день, хочу сказать конкретно, более того, что оно сегодня не видно и, как говорят, под ковром. Сегодня профсоюз активно работает с комитетами Донецкой Народной Республики Совета нашего по приемке законов, по принятию законов наработки и в том числе закон по охране труб, закон по отпускам. Вот это сегодня задача, в котором плане наработать эти законы, чтобы они дальше работали в нашей Донецкой Республике по защите интересов трудящих, в том числе и горняков. Ну а постольку, я же еще раз говорю, мы в тесном контакте работаем с министром, ставим те вопросы проблемные, которые есть, потому что основная проблема – это выплата заработной платы. Вы прекрасно понимаете, чем больше мы таких лав запустим, которые на холодной балке, тем больше реально получатся ощущения, те, которые работают, получения денежных своих средств, потому что деньги нужны для восстановления семьи, для восстановления собственных сил и для восстановления производства.